В эфире главный информационный проект СЛУЦК ТВ. Время новостей. В студии Ирина Вечер. Здравствуйте! 31-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске проходит с 13 по 18 июля. Торжественное открытие состоится 14 июля и уже 13-го. Старт детского песенного конкурса выставки «Увертюрок фестивалю». Зрителей ждет немало мероприятий. Слудский район традиционно представят мастера Квасынического центра ремесел и других учреждений культуры. Тревожная статистика по COVID-19 из-за рубежа. В некоторых странах растет заболеваемость коварной инфекцией. В Беларуси более 6 миллионов человек, это в районе 70%, получили одну дозу вакцинации против COVID-19. В Слудской центральной районной больнице проводится бустерная вакцинация против COVID-19. Прививочный кабинет взрослой поликлиники номер 215 работает с 9.00 до 19.30 по будням, суббота-воскресенье с 9.00 до 15.00. В Клецком районе собрали первую тысячу тонн зерна урожая 2022 первыми в республике. Аграриям Слудского района достичь такого результата помешала дождливая погода. А вот сотрудники Слудского ручея используются ситуацией, чтобы посетить зерносушильные комплексы, зерносклады и проверить знания работниками действий в случае возникновения пожара, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, а также соблюдение противопожарного режима. Безопасность всегда и везде. В летних оздоровительных лагерях начинается третья смена. Веселые будни, новый опыт взаимодействия в коллективе, знакомства, приключения, воспоминаний хватает надолго. Как прошла вторая смена в «Зенитчике» смотрите в нашем сюжете. В 10 километрах от Слудска на территории бывшего военного городка расположился оздоровительный лагерь «Зенитчик». Уже на протяжении 23 лет школьники со всего Слудского района приезжают сюда за новыми впечатлениями. Мы давно хотели попасть сюда вместе, и в этом году у нас получилось приехать сюда все вместе. Мы подружки. Да. И как вам тут? Классно. Классно. Я здесь первый раз в лагере «Зенитчик». И мне здесь очень понравилось, потому что каждый день проходят разнообразные конкурсы, мероприятия. Еще каждый вечер у нас проходят дискотеки. Благодаря этому лагеру, что я тут, я нашла много друзей себе. Я получила много эмоций, хорошего настроения. Я не пожалела, что сюда приехала, и надеюсь, что в следующем году сюда еще вернусь. Популярные квесты, игры, флешмобы, спортивные игры разной масти пришли на смену былым резиночкам и классикам. Но подготовка к традиционному конкурсу «Мисс Лагерь», пожалуй, осталась прежней. Визитка, творческий номер и, конечно же, платье из подручных материалов. Это детали на платье, вот это вверх, а это бантики, чтобы на пояс прикреплять. Вот, это юбка будет такая. Платье куда? На «Мисс Лагерь». Что еще подготовила на конкурс? Танец, группа «Блэк Пинк», песня будет. Смена уже почти закончилась, и самое запомняющее мероприятие – это было, когда мы делали сказки на новый лад. А сегодня я готовлю сейчас этот «Мисс» и надеюсь, что побежу. Так и вышло. Жюри отдали Доминике, кстати, нашей участнице школы ТВ, наибольшее количество баллов. Но и не только победы. В конкурсах радуют лагерят, ночные вылазки. Вот, что самое интересное. Мы ходили разукрашивать мальчиков. Вот, нам помогли вожатые, и мы пошли раскрасить мальчиков. Как они вам помогли? Разбудили в три часа ночи. Сделали ли мальчишки ответный шаг, нам остается только догадываться. Позитива набраться, и все, и ехать сюда с хорошим настроением. Самое главное. Ну, а мы желаем ребятам не терять ни минуты и наслаждаться отдыхом в живописном уголке нашей любимой Случины. Добрый вечер! Я учитель танцев. Буду вас сегодня всех учить танцевать. Ничего сложного, простые движения. Вам остается лишь за мной их повторять. И так, бедрами двигаем на счет. Раз. Весело прыгаем на счет. Два. Ручками машем мы на счет. Три. А на четыре головой. Вот так. Как я уже сказал, я учитель танцев. Скучную жизнь вашу я раскрашу красками. Я научил танцевать Мадонну, Калиминок и Николая Баскова. Приготовим, а на четыре головой. Вот так. Время летит незаметно. До начала нового учебного года осталось совсем немного. Ежегодную материальную помощь к учебному году могут получить семьи, воспитывающие троих и более детей с 1 по 25 августа. Сбор документов осуществляется по 25 августа с Луцким территориальным центром социального обслуживания населения. Телефоны для справок 2 55 12 367 04. Новинки ландшафтного дизайна от креативщиков из Слуцкого эколого-биологического центра учащихся. Смотрите, как обустроить свой участок с помощью самых простых вещей. Всякий раз, бывая в эколого-биологическом центре учащихся, восхищаюсь и удивляюсь. Но до чего же креативные педагоги здесь работают? Из самых простых вещей обязательно придумают и сделают что-нибудь на загляденье всем. Тамара Анатольевна, каждый год эколого-биологический центр учащихся придумывает что-то новенькое в озеленении. Чем удивляете в этом году и сами себя, может быть, и тех, кто проходит мимо, заглядывает к вам во двор? Стараемся. Не знаю, насколько это в этом году у нас получилось. Потому что был проект в прошлом году очень креативный, со стульями, которые до сих пор еще украшают нашу территорию. Но в этом году хотели бы обратить внимание на контейнерное озеленение. Для тех, у кого есть только лужайка, за которой просто ухаживают, но порой глаз должно что-то радовать. У нас во дворе как раз тоже такая ситуация, где много газона, мало достаточно плодородной земли. Поэтому пришли к такому пониманию, что необходимо контейнерное озеленение. Сделали за долгую зиму очень красивые ящики, тоже деревянные, которые будут служить очень много лет. Теперь очень много есть всевозможных пропиток для дерева, которые помогут сделать, оттенить на любой вкус, оранжевое, фиолетовое. То есть кто что любит. И даже уже сам контейнер будет привлекать ваше внимание, радовать глаз. Очень долго думали над ассортиментом растений. И тут, наверное, нам помог год исторической памяти. Мы тоже должны были детям как-то рассказывать о том, что же интересного, достойного быть замеченным по-новому. Есть у нас в плане природы в нашей стране. И чем мы должны гордиться. Ну и разрабатываем мы небольшой проект, природные символы нашей страны параллельно. Ну и ребятам хотелось бы рассказать, что, и мы это делаем практически, что у нас очень много растений, ну скажем, которые просто забыты. Это те же самые герани, которые очень любили наши бабушки. Это колеусы растения, крапивка, крапивница еще называют, с ажурной, ну неимоверно разноцветной листвой. А сегодня селекционеры предлагают, ну сумасшедшие просто расцветки вот этого растения. Это традиционный бабушкин бальзамин, больше, наверное, название у которого известно, как ванька мокрый или огонек. Настурция бабушкина, мамина, да, любимые цветочки. Вот, сегодня у этих растений новые сорта, им дана новая жизнь, поэтому мы очень активно их выращиваем. Очень бюджетный, незатратный вариант, если вы купите эти все растения в семенах. Немного усилий и к весне у вас свой цветник. А тенденция ныне в ландшафтном озеленении, несмотря на достаточно почтенный возраст, бабушкин цветник, в том числе и в разнообразных контейнерах, которые в холода можно просто перенести в дом. Акцент вот в работе с ребятами, с населением идет в направлении возврата к старым традиционным культурам, цветочным прежде всего. Очень популярен в озеленении бабушкин цветник. То есть, если мы вспомним, что у нас росло на бабушкином огороде, в палисадниках, вот мы ушли от этого хорошего до нашего слова родного палисадник. То есть, это дом, и рядом с домом расположен такой цветник пейзажного стиля. То есть, там как бы все растет, и вроде такое чувство, что за ним никто не ухаживает. Но это просто такое чувство мимолетное. Вот, поэтому опять эти цветники в моде. Сюда возвращаются наши любимые флоксы тоже. А сорта, селекционеры работают. Приглашаю, конечно, всех посетить наше учреждение. Заходите на наш сайт, смотрите. Но научим, расскажем, поможем. И, ну, это очень интересно. Вас за это будут любить домочадцы старшего поколения. Потому что, я думаю, что эти растения им тоже напомнят о том, что они когда-то были молодыми, это выращивали их мамы. Ну, и это просто красиво. Во дворе эколога биологического центра всегда множество красивых мест для фото. Мы над этим тоже работаем, да. У нас есть несколько фотозон необычных в этом году, да. В следующем постараемся, чтобы те места, которые я часто вижу, люди просто ищут для фотосъемок, например, поле Подсолнухов или лавандовое небольшое поле тоже. Вот это проект следующего года, наверное, будут у нас такие поля. И я думаю, что можно будет с ребятами, родителями, с детками, ну, и просто те, кто устал от жизни такой насыщенной, городской, вот выехать на окраину города и немножко отвлечься, отдохнуть. Прекрасное и удивительное всегда рядом. Надо просто это увидеть. Надо просто это увидеть. Ну, а мы поможем создать и поможем. Любуйтесь и придумывайте свое. Душа поет, танцует лето. 9 июля в деревне Ветка прошел вечер отдыха. Самодеятельные артисты Маякского сельского дома культуры и Мусического сельского клуба подготовили праздничную программу. А жители деревень Красное село и Подлошица принимали артистов из Весейского дома культуры 10 июля. Вышло очень душевно. Атмосферы радости, веселья и добра порой так не хватает. Турслет работников агропромышленного комплекса Случины прошел в минувшие выходные. Соревновались в перетягивании каната, волейболе, на туристской полосе и в творческих конкурсах. Победила команда открытого акционерного общества Подлесье-2003. Козловичи Агро на втором месте, на третьем Агрофирмолучники. Второй этап Слудского дрифта прошел в начале июля. Близкие парные заезды, дрифт-такси, выставка редких автомобилей, шоу мотостанта и многое другое. Было жарко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Восьмой тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд второй лиги не принес Слудскому Спартаку ожидаемых баллов. Команда из Узды, располагавшаяся на момент встречи со Слудчанами на строчку ниже, забила два безответных гола. В первом круге победа была за Слудчанами с таким же счетом. Слудский Спартак, как и спортивный футбольный клуб Слудск, никак не выберется из ямы. Всего одна победа и одна ничья в восьми турах чемпионата Беларуси по футболу среди команд второй лиги. 9 июля на домашнем поле принимали команду из Узды. В результате поменялись местами в турнирной таблице. Узда поднялась на строку и на два очка опережает Слудчан. Первый гол гости забили на 14-й минуте. Игроки Спартака очень старались порадовать своих болельщиков. К воротам узденцев подбирались, но преодолеть последний рубеж соперника никак не получалось. АПЛОДИСМЕНТЫ На 83-й минуте гости удвоили преимущество. Случайне за оставшееся время ничего не организовали. Шестой проигрыш, четыре очка и седьмое место в турнирной таблице зоны Минская область-Юг. 13 июля «Спартак» сыграл второй матч 1-8 Кубка Минской области с Клецком, а следующая игра чемпионата пройдет 16 июля в гостях у Столбцовского Кронона. Воскресенье 17 июля на городском стадионе спортивный футбольный клуб «Слуцк» принимает «Брестская Динамо». Начало матча в 17.00. Поддержите команду. И о погоде. 14 июля прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь. Ветер преимущественно западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 17, плюс 22. 15 июля существенных изменений не ожидается. Переменная облачность и небольшой дождь. Ветер западный 5-11 метров в секунду. Ночью температура воздуха плюс 11-12 градусов, днем плюс 16, плюс 18. На сегодня это все новости. Смотрите наши сюжеты на YouTube-канале Слуцк ТВ, подписывайтесь на наши странички в Telegram, Instagram, Вконтакте и Одноклассниках и следите за свежими новостями. Делитесь с нами интересными событиями, предлагайте идеи. Мы рады сотрудничеству и обратной связи. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok